Статьи, которые рождались за этой машинкой, печатались даже в «Красной звезде». Свой след Лев Ячков оставил не только в сердце читателей, но и студентов. Тёплые воспоминания об этом человеке хранят сегодня многие тамбовчане. Один из них – Игорь Николаев. Я в течение многих десятилетий с ним находился в очень хороших отношениях. Даже дипломную работу писал под его руководством. И для меня Лев Григорьевич Ячков – это символ бесупречного служения подвига. За свою жизнь Лев Григорьевич объехал главные архивы страны. И что немаловажно, сам изнутри знал то, о чём писал. Вот что говорит о нём его сын. Что работало? С одной стороны, конечно, личный опыт. То, что человек 21-го года рождения, с 22-го июля 41-го года в РККА призван. То есть, в войне был на всех главных направлениях. То есть, кто понимает, что такое первая гвардейская танковая армия. То есть, от Воронежа до Берлина и затем Дрездене находились. Война – это прежде всего люди. Все о ком своих произведениях когда-то рассказывал Ячков, сейчас получили прописку в музейных экспозициях. Здесь же теперь будет жить память о человеке, который всю свою жизнь прославлял подвиг тамбовских земляков. В 2021 году Льву Ячкову исполнилось бы 100 лет. Сегодняшняя выставка положит начало подготовки к юбилею тамбовского педагога и писателя. Круглая дата в Тамбове будет ознаменована открытием мемориальной доски и переизданием трудов Льва Григорьевича. А еще личные вещи Ячкова теперь станут достоянием одной из постоянных экспозиций выставочного центра. Они будут храниться в новом зале Победы, открытие которого пройдет 3 сентября. Марина Корякина, Александр Позняков, Анна Мусатова, Область новостей.